Привет! В Австралии в этом году два праздника происходят вместе, поэтому можно отправиться на 10 дней куда-нибудь. Но на севере сезон еще не открыт, там еще поливают дожди, да и за 10 дней туда не успеешь обернуться. Но мы все равно отправляемся строго на север из Мельбурна, куда доедем, туда и доедем. 5 дней туда, 5 дней обратно. О том, что получится из этой поездки, я решил отснять вот этот вот видеоролик. Сразу после работы мы отправляемся в город Милдура, или Милджура, по местному. Рано утром должны быть там, и дальше поедем на север. Первое утро. Отъехали от Мельбурна не очень далеко, километров на 220, поэтому еще холодно. Чем выше на север, тем теплее. Ну вот проснулись в 6 утра, выехали. Вот какое-то озеро тут есть. Сейчас немножко прогреем машинку, будем греться. Очень холодно. Наверное, около нуля. Сейчас путь держим в город Милдура. Там надо будет накупить продуктов и держать путь дальше на север. По прогнозам, там дороги все залиты, закрыты. Но, может, пока доедем, что-то откроют. О, на мусорке лежит Нива. Как она сюда добралась? Сегодня праздник, все закрыто. Вот нашли одну столовку, кафешку. Хорошее название. Бейкери он Бродвей. Мы пришли на Бродвей. Выставка металлохлама. Собака, привет! Сварено все из отходов от сельскохозяйственной техники. Плуги. Планеты. Вот кому-то было делать нечего. Отходы в доходы. Вот необычное место. Озеро. По-моему, даже соленое озеро. Высокшее. По-моему, здесь проводятся какие-то соревнования, заезды по самому озеру. Это бутылки. Это так называемая вайнери. Частный винный заводик. Вот кто там живут, это въезд на завод, так сказать. Вот бутылки. И где-то с той стороны куча виноградников. Сейчас будем ехать с нему. У них тут можно останавливаться, жить и пробовать разные сорта. Ну вот, перетекаем границу. Теперь мы в Южном Уэльсе. Здесь проходит граница между штатами. И здесь сливаются две самых больших реки Австралии. Мария Рива и Дарлинг Рива. Мария Рива, может быть, еще известна как Муррей. Ну, Дарлинг она и есть, Дарлинг. Вот прям за моей стеной. Сейчас посмотрим на слияние с верхней точки. Вот представьте себе, сколько воды в Австралии, если вот так выглядит слияние двух самых больших рек. Написано, чтобы сделать фотографию, встаньте тут. И вот что получается. Два домика сделаны в виде такой лужайки. 3D фотография. А вот показана точка. Было наводнение в 56-м году. И вот до этой точки доходила вода. Метров 6, наверное, поднималась. Место называется Paris Saint Hills. Небольшие дюны, но очень красивые. Прямо возле трассы. Почему бы не заехать? Но в тапочках туда не залезть, приходится одевать ботинки. Тяжело идется по песочку. Один шаг вперед, два назад. Муху проглотил. Видите, вот пустынные арбузы растут. Я слышал две версии. Первая версия, что они ядовитые. Как вы знаете, в Австралии все ядовитое. А вторая версия, что они очень невкусные. И когда говорят, что ест одни пустынные арбузы, значит, что самый бедный. То уже нечего есть, и ест только их. Но кто прав, проверять не будем. Вот где-то посередине, между двумя городами, такая вот остановочка. Заезжаем на нее. Единственный оплот цивилизации. Два вот таких туалета возле озера. И больше ничего. Вот тут сегодня мы ночуем. Мухи прямо грызут. Что тут есть? Надо налить воды птичкам. Давай. А ну вперед, налетай. Налетай. Вот дурные. Вот же вам налить. О, давай, налетай. Вперед, вперед, вперед. А ну налетели, налетели, бегом. О, машина едет. Машина в этих местах большая редкость. 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 Машина в этих местах большая редкость.